После выхода на экраны сериала «Зачарованные» Алиса Милана стала настоящей звездой. После этого в её жизни были ещё проекты, но об этом успехе речи не идёт. Сейчас актриса большую часть времени посвящает мужу и детям, а несколько дней назад она отметила свой 47-й день рождения. Но глядя на неё, сложно поверить, что ей больше 30-ти. Алиса родилась в творческой семье. Её мама была модельером, а отец работал музыкальным редактором. У них дома всегда были звёздные гости. С раннего возраста родители приучали её к искусству, поэтому Алиса твёрдо знала, что станет актрисой. В 8 лет она сыграла первую роль в спектакле «Вознаграждение Тони». Через год Алиса снова появляется на сцене. Она сыграла в двух спектаклях «Джейн Эйр» и «Тендерное предложение». В 11 лет Алиса впервые появилась на телевидении. Она сыграла роль в ситкоме «Кто здесь боссы?». Юная актриса приглянулась режиссёром, и её стали активно приглашать в кино. Но в протяжении 8 лет Алиса снималась в ситкоме, поэтому можно сказать, что она выросла на глазах у телезрителей. Также она снималась в боевике «Команда». Прорывом для Алисы стала запись альбома в Японию. Всего она записала 5 пластинок, одна из которых стала платиновой. Алису обожали режиссёры. Она всегда получала роли милых девочек. Но, став старше, Милана решила рискнуть. Она согласилась сняться в проектах 18+. И с этими съёмками Алиса справилась блестяще. Однако она не учла, что теперь её откровенные кота могут стать достоянием общественности. Но ей удалось выиграть суд у одного веб-дизайнера, который распространил её снимки. Когда актриса присоединилась к съёмкам в Мерлоу Спейс, то её карьера возросла. Она стала одной из самых популярных актрис. Но в России об Алисе стало известно после выхода на экраны сериала «Зачарованная». Изначально сериал планировался в другом сюжете. Речь шла о трёх подругах. Однако потом сценарий был изменён. Так и появились сёстры-ведьмы. Но создатели сериала сделали акцент на семейных отношениях. Когда телеканал ВВБ одобрил проект, то начался кастинг. Актрис на роли Прю и Пайпер нашли быстро, а вот с Фиби были проблемы. Актриса Лори Ром снялась в одном эпизоде, но потом покинула сериал. Продюсеры связались с Алисой. Она посмотрела этот эпизод и дала своё согласие. Актриса уже тогда поняла, что сериал будет успешным. 7 октября 1998 года зрители посмотрели первую серию сериалов. Стоит сказать, что проект действительно стал очень успешным. Почти 8 миллионов человек посмотрели первый эпизод, что стало абсолютным успехом. Сестёр очень полюбили зрители. У каждой актрисы появилась своя группа фанатов. Сериал шёл 8 лет. Алиса Милана и Холли Мари Компс, которая сыграла Пайпер, продержались в проекте все 8 лет и очень сблизились. Они даже выпустили совместную коллекцию нижнего белья. После пятого сезона обе актрисы стали продюсерами сериала. Алиса хорошо общалась со всеми членами съёмочной группы. У неё складывались хорошие отношения, благодаря чему она получала приглашение и на другие роли. Актрисе приписывали романы со многими мужчинами, но мало что из этого было правдой. Её первым супругом стал музыкант Синджен Тейн, но брак с ним не продлился долго. Вторым мужем актрисы стал Дэвид Баглиари. Алиса подарила мужу сына Майла и дочь Элизабеллу. Во время двух беременностей актриса сильно поправлялась, но после родов быстро возвращалась в форму. Алиса много времени проводит с детьми. Она обожает наследников и считает, что вовремя родила, ведь раньше она не была готова к материнству. Много лет назад Алиса сделала аборт. Тогда она встречалась с актёром Скоттом Вульфом. Актриса не была готова к рождению ребёнка, поэтому решилась прервать беременность. Годы спустя она рассказала, что не пожалела о выборе в пользу карьеры. Сейчас она абсолютно счастлива и довольна тем, как сложилась её жизнь. Актриса занимается благотворительностью. Она уделяет особое внимание правам женщин. Когда в одном из штатов Америки были запрещены аборты, то одной из первых против этого закона выступила сама Милана. Она заявила, что у каждой женщины есть право выбора. Именно тогда она и рассказала о своём опыте. Сейчас Алиса продолжает бороться против этого закона. Она надеется, что женщины смогут отстаивать своё право на выбор. Также Алиса уделяет внимание и проблемам африканских детей. Актриса часто отправляется в Африку, вертвует деньги на развитие африканских стран. Алиса потрясающе выглядит в свои 47 лет. Поклонники не устают восхищаться ею. Она активно занимается спортом, поддерживает себя в форме. А недавно она перекрасилась в фиолетовый цвет. Милана выложила фото в Инстаграм и удивила всех новым образом. Если понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь мнением в комментариях.